Если знать принцип работы анализатора и со школы вспомнить физику, с института вспомнить патофизиологию, например, что при увеличении глюкозы эритроциты меняют осмолярность и в присутствии изотонического раствора, которым является дилиент, будет ложно завышенный МЦВ, средний объем эритроцитов. А, например, при увеличении билирубина будут изменяться показатели гемоглобина, но в разных анализаторах разный порог цифры билирубина. В основном билирубин уже больше 400, цифры 400. Или, например, в филезной сыворотке увеличенные липопротеиды тоже приводят к искажению результатом гемоглобина. Вот, например, по поводу хилезной сыворотки, глицериды, как вот это в анализаторе будет все искажаться. И на тромбоцитах тоже, кстати, это будет. А почему тромбоциты? Потому что эритроциты и тромбоциты считаются в одном канале в присутствии лекарств. Сейчас я вот дальше об этом покажу. А, собственно, показатель анизоцитоза RDV с двумя индексами анализатор берет из гистограммы. Допустим, один из индексов SD берет на уровне 20% от изолинии вверх по центру пика гистограммы. А второй индекс – это еще более усредненный показатель в процентах. Ну, и нужно понимать, что показатель анизоцитоза в гематологических анализаторах вычисляется по показателю NCV – усредненному объему всех эритроцитов. И, в свою очередь, показатель NCV – это тоже расчетный показатель, который анализатор вычисляет из гематокрита. А гематокрит легко представить себе на основании этой картинки. То есть гематокрит – это процентное отношение форменных элементов крови к плазме. Но к форменным элементам относятся и лейкоциты, и тромбоциты. И анализатор считает их, вернее, он их чувствует по силе импульса, которые будут накладываться на гистограмме. И почему это важно понимать? Потому что при, допустим, такой заболевании хронический линфоликоз, лейкоцитов 150 и 180 на 10 в девятой в литре бывает. И это нужно понимать, что это же количество клеток белых кровяных будут засчитаны и в количестве эритроцитов. А вот уже объем, объем среди MCV показателей анализаторов высчитывает из гематокрита, разделенное на количество эритроцитов. То есть в этом случае MCV будет совершенно некорректный. Вот на этой картинке тоже очень легко понять, почему так происходит. То есть в норме количество лейкоцитов и тромбоцитов, это тоже можно понять из единиц измерения, лейкоциты и тромбоциты на 10 в девятой, а эритроциты на 10 в двенадцатой степени. То есть кровь представлена в основном красными кровяными клетками. И лейкоциты, ну, как бы это такая погрешность, которая при подсчете клеток особого, то есть погрешность до одного процента, не принимается значение. И чтобы анализатор вычислил MCV, он должен гематокрит, то есть вот этот объем, весь, который он увидел на гистограмме, разделить на количество эритроцитов. И отсюда следует вывод. Если РДВ сильно завышен, повышенные цифры выдает, то показатель MCV малоинформативен, и для этого нужно уметь читать гистограммы. И, конечно же, хорошо, если хотя бы в стационарах врачи получают ленты с анализатором вместе с гистограммами. Но, конечно, нужно уметь их читать, видеть ошибки. То есть гистограмма показывает корректность работы анализатора. Либо все-таки стационары должны быть оснащены более дорогими гематокритными анализаторами, которые выдают много показателей, дополнительные параметры, которые дополняют красную кровь. Сейчас я покажу, какие именно показатели. Ну, и отсюда следует, что очень глупо, когда лаборанты пишут по показателю MCV, глядя на уже мазок крови, подбивают под показания MCV, не понимая сам принцип. Особенно, если это капиллярная кровь, или недометски набрана, когда антигогулянта много, и являясь гипертоником, эритроциты сморщиваются, MCV искусственно занижаются уже в пробирке. Ну, допустим, на немецком анализаторе вот такие есть дополнительные показатели. Ну, и так выглядит нормальная гистограмма, то есть, в принципе, гистограмма эритроцитов, чтобы понимать. Нижняя ось фенталитры, и вот тут почти во всех до 200 фенталитров нижняя ось, и вверху это уже их, собственно, количество. Видно, что левый край, кривой, это уже туда попадают и гигантские тромбоциты. То есть, вспоминать принцип, что тромбоциты и эритроциты считаются в одном канале. В зависимости от того, в каком режиме работает геманализатор, какие параметры изначально заданы для тромбоцитов, какой размер. То есть, не надо путать размер и объем клеток. Это тоже принципиально разные понятия. Вот эти размеры эритроцитов и тромбоцитов в анализаторах вбиты. Допустим, у ветеринаров, у ветеринаров у них свои режимы. У них даже на переднюю панель выносятся кнопки, режим лошади, режим собаки. И я потом дальше покажу. Когда-то делала анализ крови коту. У них малюсенькие эритроцитики, которые человеческий анализатор начинает путаться и довольно-таки некорректно. То есть, все четыре, четыре раза кровь пропускают, все четыре абсолютно разные. То есть, сложно, я не знаю, как ветеринары лечат, если у них нет прибора, адаптированного к животным. Вот. А анализатор, допустим, вот фирмы Сисмекс, у них для диагностики микроцитарных или макроцитарных анемий, или норма, собственно, норма цитарных анемий, еще есть вот такие показатели макро-Р, микро-Р. И в зависимости от того, чтобы понимать, что там с цветовым показателем, цветовый показатель – это устаревшее. Цветовый показатель очень просто. Вычислить по показателю МСХ. То есть, цветовый показатель равен МСХ разделить на 33,3. И получится всем любимый, то есть, ну, возможно, врачи старой формации привыкли к цветовым показателям. Им так легче дифференцировать, потому что по вот этому, по насыщенности гемоглобинов, гемоглобинами ретроцитов, самая простая дифференциальная диагностика анемий по цветовому показателю. Это самое простое. Вот эти показатели дополнительные, которыми, то есть, чем более, усложнен прибор, тем точнее будет результат, и тем меньше он зависит от человеческого фактора. То есть, в лабораториях очень много работает неквалифицированных специалистов, которые начинают, так сказать, от себя вводить в заблуждение врачей, вносить от себя свои какие-то умозаключения. Особенно это интересно, когда это делается на основании мазка крови, который, в общем-то, врач и не просил описывать. То есть, они загружают бланки своими плюсиками, минусиками, какими-то, своими словами. Хотя, глядя на гистограмму и врач, зная анамнез пациента, просто вводятся в заблуждение с этим дополнительными этими. Да, еще важно такое понятие, как эритрокариоциты, ядра, содержащие эритроциты, они будут подсчитаны в лимфоциты анализатором. И вот некоторые гематализаторы, они видят и отделяют уже и этот пул клеток. И когда нормобластов, это тоже как-то устаревшее, но так принято называть, потому что английский перевод именно звучит эритроциты. эритроциты. Если больше 10 нормоцитов, подсчитанных в мазке крови на 10 лейкоцитов, то пересчет, если этим показателем анализатор не оснащен подсчетом нормобластов, то тогда нужно считать вручную истинное количество лейкоцитов. Если до 10 нормоцитов на 100 подсчитанных лейкоцитов в формуле, то пересчет не требуется, потому что, грубо говоря, если анализатор выдает 14 лейкоцитов, а нормоцитов в формуле среди них допустим 2, то значит будет на 1 единицу лейкоцитов меньше. Было 14, значит истинное их количество 13. Это диагностического значения особого не имеет. Врачу это не нужно знать. А вот если уже больше 10, то желательно все-таки пересчитать и выдать. Тоже большой разницы не будет, но все равно это необходимо сделать. Ну и конечно нужно помнить о таком понятии, как физиологический анизоцитоз, потому что ретроцит по мере своего взросления уменьшается в размерах. И допустим ретикулоциты, они, если их много, допустим при лечении, уже когда пошел процесс лечения или там стимулируется кроветворение ретропоэкиным какими-то препаратами, увеличивается количество ретикулоцитов, но анализатор, который не оснащен подсчетом ретикулоцитов, считает их, естественно, в ретроциты в общее количество. То есть в обычном мазке крови ретикулоциты без специальной окраски и субравитальные ретикулоциты видны как полихроматофилы так называемые. процессом, как эритроцит лишается ядра в последствии остатков ядра, он уменьшается, так называемый процесс микровизикуляции. Вот тоже это нужно помнить, потому что если количество ретикулоцитов большое, то MCV естественно тоже может повышаться и по этому показателю можно ложно принять истинно микроцитарную анемию за макроцитарную не говоря уже о нормоцитарной потому что анализатор считает MCV это средняя средняя цифра между самым маленьким и самым большим ретроцитом он высчитывает MCV из гематокрита. Ну и физиологический анизоцитоз он тоже виден и на мазке и не нужно писать микроцитоз один плюс не имеет абсолютно диагностического значения это потому что это может быть просто физиологический анизоцитоз это как правило 5% ретроцитиков могут быть крупного размера допустим они обновляются когда выходят из костного мозга в русло то они еще более крупные чем те которые уже находятся в крови свой как бы взрослый возраст имеет то есть нужно помнить что эритроциты живут вплоть до 4 месяцев 3-4 месяца процесс называется микровизикуляцией уменьшение в процессе взросления размера эритроцита естественно клетки крови не вечные у них у каждого есть свое предназначение и в соответствии с этим их продолжительность жизни допустим вот если коснуться лейкоцитов то нитрофилы являясь микрофагами они отслужили и за ненадобностью они просто отмирают выходя в ткани если же в них есть потребность то увеличивается количество молодых и это видно по появлению палочкоядерных нитрофилов по увеличению этого этого показателя моноциты в крови тоже находятся в течение трех суток впоследствии тоже уходят в ткани зенофилы вообще еще меньше и за потребностью они уходят в слизистые кишечника если это гельминтная кэтинвазия либо слизистые дыхательных путей если это аллергическая реакция ну и тогда если кожа то же самое и когда уже видны клинические проявления аллергии то крови и воздействие аллергена прекратилось то в крови и зенофилов может уже быть нормальное количество то есть они уже ушли в ткани они очень мало находятся в периферической крови ну и что если вот говорить про лимфоциты то они живут месяц то есть это самые долгоживущие самые наши профессионально обученные образованные клетки и вплоть до того что клетки памяти живут даже годы чтобы если если с антигеном человек познакомился там допустим в детстве то максимально быстро шла выработка антител в будущем при наличии клеток памяти почему важно понимать понимать что MCV это все-таки расчетный показатель и на него могут влиять я вот последствия сейчас покажу гриншоты как именно потому что по этому показателю врачи дальше дифференцируют анемии а как известно есть диагноз будет лечение нет диагноза лечения не будет или лечение будет неправильным что намного хуже то есть главное постулат медицины не навреди вот ну и при подозрении на аномию при получении результата с сниженным гемолобином или эритроцитами обязательно нужно дополнять биохимические миншио исследования ферритин трансферин ОЖССС билирубин сюда же но в общем анализе крови есть такие анализаторы которые параллельно показателем выдают и количество ретикулоцитов либо же отдельно заказывать тоже и лаборатории делать и ретикулоциты с общим анализом крови и ретикулоциты и биохимические методы исследования но нужно помнить что анализатор все-таки это не человек с мозгом хотя у нас иногда анализатор без мозга бывает лучше чем некоторые люди с мозгом скажем так а он их чувствует по тому какой импульс какие как он считывает с помощью своей программы вот еще раз вот это важно понимать что эритроциты тромбоциты считается в присутствии лейкоцитов и соответственно могут искажаться вот эти расчетные параметры помимо того что можно и измерить ему будет сложно измерить но это это очень редко бывает но это тоже нужно знать эритроцитов то это мое происходить за указаниями то если лекарь обратит внимание ему недостаток анализу за допомогою машины и ему потребует морфологический офис то он подозрюет что может быть какие-то проблемы то когда вы ставите задачу сделать морфологический офис конечно не можно користовать кровью которая собрана в пробирку потому что там могут быть изменения на штабе этого плодмолюса может что-то сменится тем больше тем у которых изменены возможности ну всего каких-то причин поэтому треба 7 мазочок для чистоти эксперименту так скажемо с кровью нативной яка не пройшла в пробку как это сробить ну может с капиллярной кровью можно двеносную процедуру у этого пациента и вы берете например шприц або не берете провинку тобто чтобы замобили будь-який вплив на мембрану эритроцития а вы маете их вычистить из микроскопов и описать то лучше это не с процедурки то есть чтобы описывать и не вводить в заблуждение врача морфологию эритроцитов собственно описывать анизоцитоз пайкилоцитоз не видит никакой анализатор пайкилоцитоз конечно нужно смотреть только на мотке крови кстати вот именно касательно пайкилоцитоза это очень важно чтобы смотреть кровь нативно прямо с организма с пальца или с капающей иглы на шприце чтобы она не взаимодействовала с антикоагулянтом который находится в пробирке ДТА или цитрат если это есть показания для выбора другого мальчика варианта вот ну и чтобы потом описывать анизоцитоз чтобы это все было корректно помимо этого анизоцитоз описывается за межами постсоветского пространства в баллах то есть один плюс они вообще никто не пишет а два плюса они озвучивают как баллы два балла системы маникулатуры и уровней оценки изменения морфологии принципиально было принято решение применять двухуровневую систему оценки морфологических изменений для подавляющего большинства морфологических каких-то описаний ну во-первых исключили уровень на один балл или на один плеск как у нас так говорят поскольку как правило для большинства показателей эти изменения приносят незначимо они перегружают заключение лабораторное и дают избыточную информацию клиницисту которая его может несколько запутать может означать на один балл например микроцистос или окилоцистос когда это яичные клетки не шизоциты конечно это исключение а какие-то например эхиноциты это скорее всего ничего не значит но вот 2 и 3 балла их оставили и что такое 2 балла что такое 3 балла будет несколько отличаться в зависимости от показателя который мы описываем и и касательно анизоцитоза это будет до 3 баллов а касательно полкилоцитоза потому что это уже более грубое нарушение там совершенно другой процент наше там уже даже несколько клеток могут уже тянуть на 2 балла ну и вот тут на схемке показано собственно для чего нужны эритроциты основная функция для того чтобы переносить кислород вот они примагничивают к себе пузырьки кислорода и переносят их в ткани из легких и в клетке кислород высвобождается из эритроцитов ну и чем более уже задействованы в процессе эритроциты то есть процесс уже чем более глубже и дольше происходит в организме тем хуже состояние мембран и само состояние эритроцитов и они естественно то есть в норме эритроциты более крепкие и менее подвержены воздействию антикохулянтов в пробирке и тому что с ними уже будет происходить дальше в анализаторе ну на этой схемке это диагностика анемии по этим двум показателям по их размеру по их объему и по среднему объему и по стоим показателям МСХ и здесь на этой табличке что важно ретиколоциты обязательно нужно знать при этом ретиколоциты чтобы пойти в правильном пути дальше в лечении диагностики ну и всегда нужно обращать внимание на такой показатель МСХС который является маркером правильности работы правильно откалиброванного аппарата в отношении красной крови показатели эритроцитов и гемоглобина собственно и тут написано здесь видно что его повышение выше 38 бывает только при микросфероцитозе это наследственное очень редкое заболевание оно для европейской части страны не характерно но в связи сейчас с иммиграцией возможно и могут выявляться это тоже конечно нужно знать но в первую очередь это некорректно откалиброванный аппарат в отношении красной крови занижение более низкие цифры возможны при железодефиците то есть он спарен с МСХ с световым показателем он идет в паре с ним вот причины занижения МСВ то есть вспоминая о том как высчитывается средний объем эритроцитов это понятно завышение тоже здесь гистограмма в помощь так сказать тоже вот здесь про гипергликемию допустим человек находился на то есть мы сделали инфузию раствора глюкозы и какое-то время естественно вплоть до нескольких часов и даже суток измерять глюкозу нельзя потому что она будет просто повышена и естественно и общий анализ крови тоже будет некорректный причины занижения иммалабина ход вагглютенация тоже влияет на эти все показатели и первая подсказка это MCHC тоже эритроциты надо смотреть на MCHC чтобы понимать что эритроциты выданы правильно повышены почему они бывают смотреть на количество лейкоцитов чтобы это не был хронический лимфоликоз самая частая причина повышения лейкоцитов ну или сэвсис тромбоцитов попали у меня случайно тут все можно прочитать лейкоцитов в случае с толстомии конечно нужно смотреть мазок крови наличие чтобы случайно не начать лечить железом потому что в этом случае железо противопоказано наличие так называемых таргетных эритроцитов или еще мишени видно их на вот тут на схемке нарисовали как выглядит эти кодоциты или мишени виденные эритроциты или таргетные клетки вот такое выпячивание у него в центре получается пишут что это происходит от избытка холестерина и это приводит к увеличению поверхности мембраны что там внутри у него конечно вряд ли холестерин там находится приобретают они такие интересные не все конечно эритроциты но большинство какой-то процент их становится вот такими тут показано разнообразнее эритроцитарных гистограмм то есть просто учиться нужно смотреть и понимать гистограмма это подсказка о корректности работы анализатора и выданных параметров показателей вот заболевания при которых будет анизоцитоз эритроцитов и причина изменения гистограмм принцип работы 3Div и 5Div анализаторы то есть 3Div работает только на объеме клеток размеров а уже 5Div имеет и дальше 5Div 6Div и так далее имеют уже более точные исследования как правило это касается изначально лейкоцитов а впоследствии дополняется другими еще параметрами впоследствии лечения естественно это знает только врач если человек уже принимает терапию естественно его красная кровь будет меняться тоже вот по гистограмме вот пожалуйста можно увидеть помимо того что будет MCHC больше 400 в зависимости от каких единиц если литр то 400 если децилитр то 40 и правый хвостик будет ее не будет доходить до изолинии пожалуйста тоже тромбоциты гигантские тромбоциты будут попадать потому что тромбоциты и эритроциты сочетаются в одном канале при одном разведении будет тоже это нужно смотреть на объем циферки на изолинии какой объем куда на каком на какой цифре этот пик будет регистрироваться тоже важно если недостаточно лизи произошло эритроцитов и дальше уже будет некорректно рассчитаны лимфоциты как происходит как работает лизирующий раствор тоже нужно понимать что если хвост тромбоцитов смотрели на все три гистограммы если хвост тромбоцитов приподнят то естественно туда могли попасть и маленькие маленького объема эритроциты то же самое касается агрегатов тоже будет гистограмма сразу будет подсказкой то же самое так же как маленькие эритроциты видны на гистограмме тромбоцитов так же и на гистограмме эритроцитов видны тромбоциты и будет соответственно будет завышение количества эритроцитов это по поводу ручного подсчета ретикулоцитов как правило считается на 1000 на 1000 эритроцитов ретикулоциты считают если это смотрится мазок крови субпровитальной окраски но естественно анализатор это делает намного более точнее вот показатели анализацитоза в процентах индекс процента по килоцитоз тоже важно естественно а некоторые формы имеют диагностические единственный диагностический маркер такие как серповидные клеточки серповидные эритроциты те же мишеневидные те же микросфероциты как анализатор систм тоже дифференцирует еще и ретикулоциты на разные популяции это важно при лечении уже особенно гематологических пациентов как выглядит в мазке анизоцитоз и как выглядит мазок в норме тоже различные формы эритроцитов еще это сюда что-то ну и конечно если есть повышенные значения анизоцитоза цифра анизоцитоза rdv естественно в бланках бывает и минусиком как бы пониженным но это на это не надо обращать внимание так как так сказать так как анализатор точный прибор он хочет все проанализировать но это значит что все в порядке тоже про этот показатель его нормы индексы CV и CD и SD тоже что происходит если пробирка долго ехала до лаборатории то же самое да вот касательно того что разное количество плюсов то есть допустим тельца жали их можно писать и в поле зрения если ретроциты лежат одним слоем а можно писать ставить 2 балла но это уже будет 2-3 процента тельц жали то же самое касается шизоцитов серповидно клеточных попиоцитоз оценивается по-другому потому что не так как анизоцитоз потому что это более грубое поражение уже идет попиоцитоз миши невинные здесь говорят капли видно тут внизу хорошо видно их еще называют дакриоциты а также видно кстати вот здесь справа полихромозия количество полихромотофилов здесь обязательно нужно будет указывать потому что тут видно что ретикулоциты в крови присутствуют данным кстати здесь тоже справа полихромотофил в центре и вот тельце жили есть тоже сфероциты маленькие темные эритроциты естественно это не все люди с наследственным микросфероцитозом так сказать живут от приступа к приступу и это может между периодом что-то должно спровоцировать чтобы вот этот гемолиз наступил и начался запустился процесс шиоциты серпопидные овалоциты вот какие-то тоже справа на постсоветском простанстве неизвестные эритроциты виды вот полисхромотофизы ну и конечно МСВ и РДВ всегда смотрятся вместе отдельно они не рассматриваются при интерпретации результата полисхолоциты там тоже гиперегенераторный гиперегенераторный норморегенераторный анемии для этого обязательно нужны ретиколоциты и процесс конечно терапии уже ретиколоциты тоже нужны вот как анализатор выдает с дополнительными параметрами гипохромной анемии то есть уже подтверждает ее микроцитарная гипохромная анемия ретиколоциты как можно получить с помощью анализаторов и методики другие и количество клеток намного больше анализируется и включение эритроцитов естественно анализатор не увидит тоже нужно описывать по маску крови ретиколоциты в первую в первую очередь когда они повышаются если это еще не леченый пациент при гемолитических анемиях либо гемолитические кризы каплевидные клетки дакриоциты микросфероциты еще одна вторая я покажу бланки при примере бланков то есть здесь анизозозоз rdv как бы 14 может кого-то насторожить но гистограмма совершенно красивая немножко возможно правое крыло ее расширено то же самое красная кровь анемия mcv нормальный гемолитический и смотрим гистограмму все гистограммы а тут тромбоцитов у нас нету вообще 15 тромбоцитов он затрудил то есть уже и вот здесь кстати гистограмма липоцитов не начинается у нас за линией это значит скорее всего что недостаточно реализирован образец эритроциты нормальный гемолит все в порядке и как это выглядит на гистограммах тоже аномия тромбоцитопения на гистограмме все чудесно видно тоже аномия мсв не сильно анизацитоз вот показатель анизацитоза 21% повышен рдв смотрим что с гистограммой лепоцитов тоже не все в порядке есть хвостик есть два пика на гистограмме эритроцитов и хвост тромбоцитов правое крыло его приподнято это говорит о том что много микроформ эритроцитов то есть в этом случае обязательно нужно смотреть мазок то есть анизацитоз высокий достаточно а мсв показывает более-менее приличный тоже здесь совершенно не в порядке с гистограммой лепоцитов тромбоцитов отсутствуют то есть здесь тромбоцитопения может быть и ложная несмотря на то что все остальные показатели в общем-то ну все все нужно смотреть все интересно все понятно если это узнать тромбоцитов нету и это видно и по гистограммам гистограмма тромбоцитов видно видно что правое крыло туда уже попали микроформы эритроцитов мсв здесь 69 то же самое как 5див анализатор видит эритроцит это это простенький тадив но очень хороший корректный с которым очень легко работать даже не особо подготовленным лаборантом гистограммы эритроцитов и тромбоцитов и скатерограмма оликоцитов он уже немножко выругл потому что его не нагрели пишет флаг температура анализаторов недопустимого и буковки р возле каждого показателя но они практически не отличались и от тех когда он уже постоял себя нагрел ну еще хочу сказать по поводу ветеринарии я конечно не ветеринар и в этом слайне не особо осведомлена то есть ветеринарные гематологические анализаторы должны быть все-таки адаптированы либо это должны быть более дорогие модели с оптическим подсчетом клеток вот кровь кота которую пропустила я через человеческими заданными параметрами анализаторы ну и тут называется разброты шатания эритроцитов 11 для котов это нормально то есть количество эритроцитов анализатор посчитал все правильно mcv малюсенькие у них эритроцитики это потом видно будет и на мазке 43 mcv ну и дальше анизоцитоз как бы говорят что до 18 у котов это норма но выдает тромбоциты 44 это некорректно во первых во вторых покрасить я не знаю как ветеринары красить но покрасить это было просто неравно они вообще не красятся такие кошачьи тромбоциты с чем это связано я не знаю я их красила чуть ли не час сейчас где-то их можно увидеть на толстом месте я их все-таки вот такие агрегаты они скупчились блеклые еле видны эти тромбоцитики и они действительно они большие вот еще раз этот это же кровь пропущенная уже повторно уже тромбоциты 180 но mcv такой же маленький эритроциты опять совпали с первым исследованием единственное что декорциты плясали вот отличие 3d фанализаторы и 5d 5d оснащены оптическим методом а если еще туда добавить фуэсцентные красители то вообще супер золота это собачка и у них наверное тоже собаку череденализатор кровь собаки я не пропускала просто вот мазок тоже маленькие эритроцитики у них собачка собаке кстати тромбоциты лучше покрасились вообще это все конечно очень интересно как это это кошка уже кошачья кровь такой же нейтрофил совершенно как и у людей кстати смотрела я кровь и курицы это очень интересно это можно легко найти в интернете так что даже не буду показывать у них все эритроциты с ядрами это просто мозаика вот малый лимфоцит как правило размер эритроцита можно предположить по размеру малого лимфоцита и видно что лимфоцит заметно больше эритроцитов то есть их mcv43 подтверждается вот как это выглядело на гистограммах гитробоцитарная гистограмма совершенно ни на что не похоже вот попал собственно как это выглядит на гистограмме эритроцитов в объем именно 43 пик идет и особого они зато зато и не видно то есть они все маленькие красивенькие себе ровненькие экран анализатор вот четыре измерения тромбоцитов тромбоциты в принципе сошлись но это адаптированный к человеку анализатор это гистограмма эритроцитов анезоцитоз не наблюдается но наблюдается резкое смещение влево в сторону маленьких и гистограмма эритроцитов просто дурдом вот особенно вот это исследование внизу слева тут наверное в общем много вопросов просто так показываю это четыре измерения давно когда-то я это делала много лет тому назад